С 1 июля в Ненинском округе открылись рестораны и кафе. Напомню, из-за пандемии коронавируса заведения общественного питания работали в ограниченном режиме, осуществляя доставку блюд на дом. О том, выдержали ли такой удар рестораны, расскажет Алина Выучейская. В одном из самых популярных ресторанов Нарьинмара этим утром довольно интересная атмосфера. Сотрудники фрегатов в Пустозерске будто не верят, что с этого дня все вернулось на свои места. И снова будут приходить, увидели из исканных блюд. Счастья не было предела, и мы вчера тут все подготавливали, вспоминали, где у нас что лежит, посуда. Повара, наверное, заново сейчас будут учиться класть все в тарелки, а не в боксы. А когда нас закрыли, сначала было состояние паники, состояние, естественно, шока. Но потом мы приработались, у нас активно работала доставка. Мы сохранили полностью свою команду, никого не сокращали. Все, если были отпуска, то они были оплачиваны, естественно, по графику причем. Но я очень рада, что это закончилось. Екатерина Николаева признается, за три месяца безочного обслуживания клиентов решили не терять время и обновили интерьер. Уютную обстановку оценил гость заполярной столицы Олег Хабаров. Он, кстати, сегодня первый посетитель. Говорит, пандемия коронавируса застала врасплох, ведь привычные будни изменились до нельзя. Достаточно тяжело переносится, потому что мы привыкли к определенному укладу, определенному ритму жизни. В связи с ковидной инфекцией действительно у людей изменился ритм жизни. То есть очень многие потеряли отпуска в этом году, не могут себе позволить сходить в общественные места питания. Никаких ограничений по количеству посетителей в кафе и ресторанах нет, поэтому здесь всегда рады гостям.